Я не знаю, какая вся Украина целиком. Я во всех областях Украины не был. Я из маленького города, из города Мелитополь. Довоенная Украина, ну, насколько я знаю, эту всю Украину, с каждым новым президентом в Украине финансовое положение и коррупция только возрастала. Вы за кого голосовали? Я? Я ни за кого не голосовал. Вне политики, да? Как и россияне. Понятно. Нет, я не поддерживал просто ни Порошенко, ни Зеленского. Больше там голосовать было не за кого. Давайте так, давайте сделаем развилку. Что хорошего, что плохого. Чтобы четко было. Что вам нравилось в Украине? Ну, три хотя бы. И что не нравилось? Три хотя бы. Чтобы было понятно вообще. Я не знаю, где для вас хорошо, где для вас не очень. Да я сам не знаю, где для меня хорошо. Что вам нравилось? Вам нравилось язык? Вы язык знаете украинский? Ну, так я разумываю украинскую мову. Любите язык? Ну, в моем городе говорили на русском языке. Значит, язык минус. А в школе учили и на том, и на другом. А в чем отличается? Я его знаю. Хорошо. Я и канадский. Не могу сказать, что я его люблю или не люблю, но английский. Я его знаю. Хорошо. Понятно. Сравнить украинский с английским, это... Для украинца сравнить, это жесть. Это жесть. Это не я сравню. Это вы спрашиваете. Ну, как вы можете свой язык украинский сравнить с английским? Это же ваш язык. Ваша украинская мова, вы не можете сравнить его с английским. Английский для вас чужой. Смотрите, у меня в городе, в моей пятнадцатой школе, моя украинская мова преподавалась всего лишь на украинской литературе и на украинском языке. Все остальное. Ну, хорошо. За время войны вы не выучили ни одного украинского слова, не прочитали ни одной украинской книжки? За время войны нет. Миллионы украинцев закрыли вообще лавочку с русским языком. Миллионы, такие как вы, украинцев, перешли полностью за один день, может быть, за неделю. Дети перешли, взрослые перешли, чтобы не разговаривать по-русски. Простите, до сих пор на стримах куча. Я знаю, но миллионы перешли. Разговаривать на русском языке. Я вообще английский сейчас учу. Это не значит, что я люблю. Для вас есть два иностранных языка. Это русский, это английский и украинский. А родной – русский, я так поняла, да? Ну, это ваши выводы. Я не говорил, что он для меня иностранный или родной. Вы сказали, что для меня украинский такой же, как английский. Я к ним отношусь параллельно. Только английский для вас иностранный. А я и к русскому так отношусь, то в чем дело? Да, английский для вас иностранный язык. у меня хорошо у меня тогда в украине было два языка на которых нас учили я сдавал экзамены в моей школе на двух языках на русском и украинском простите это было так вы пушкина знаете лично мы стихи пушкина процитировать не готов когда-то в школе что-то учили но это стороны дни по широкой как бы это то немногое что я знаю из украинской литературы из русской знаю еще меньше ну как бы не задавался вопросом учить стихи кто хотел школе учиться если честно а кто старше москва или киев знаете не просто а а киев когда был сколько ему лет знаете вы сказали что старше я просто сколько лет москве сколько лет киева примерно вы же сказали три миллиона примерно в их я не буду придираться примерно сейчас я просто хочу понять насколько вы украинец я понимаю я не вы смею вы смею вы просто падаете на категорию я просто я разговаривал на категорию украинцев вот я хочу понять кто вы у меня был разговор примерно как с вами с одним украинцем из харькова из харькова и вы очень похожи на него ну там он тоже рассказывал что для него он я с ним когда познакомился сказал я разговариваю только по русски мы будем говорить только по русски я предпочитаю английский если мы оба знаем английский я предпочитаю английский я на русском разговариваю только с теми кто по-английски не может если у нас еще не силен на украинском если хотите но опять же так как не часто пользуюсь так сколько лет москве примерно вы можете сказать сколько лет москве ну 500 тысяч давайте выберем ты сто лет пятьсот или тысяч выбирайте сто лет нету я и что мне такое удобнее вы можете из трех выбрать примерно сколько лет москве ничего из этого выбирать у меня склоняйте каким-то ответом которые не нужны то есть выходить вы образовывать у вас высшее образование я не говорил что я образованный человек у меня высшее образование я обычный рабочий у меня нет высшего образования у меня есть один из классов и все на этом все я никому из вас не сказал что у меня высшее образование а кем вы працуете в канаде токарем зарплату можно сравнить в украине и в канаде зарплату невозможно сравнить в украине и в канаде ну сравните ну цены разные ну как я вам сравню почему ваша зарплата без без расходов просто зарплата без налогов без без всего без этого да то что вы получаете в 1 месяц в канаде и в украине мир это естественно в канаде она выше ну так здесь уровень жизни выше я как будто в джиме знаете как будто воркаут делаю вы можете просто назвать сумму вы работать токарем сколько вы зарабатывает токари в канаде 37 долларов в час без ради силы в неделю сколько я получаю за две недели с вычетом налога вот где-то 1600 долларов значит около трех-трех с половиной за вы получаете вместе в украине сколько вы получали в гривнах или в долларах в долларах не буду считать не хочу 15 тысяч гривен 15 тысяч 1 верно я не считаю сразу это типа 400 долларов да хорошо то что вы можете позволить себе на 400 на 15 тысяч гривен вы выезжали куда-то за границу вы видели когда-нибудь нигде не были а в крыму вы отдыхали нет я в крым ездил один раз это родители возили когда был маленьким лично сам чтобы со своей семьей выбраться в крым я не выезжал у меня не настолько большая зарплата я и здесь нигде не отдыхаю в канаде за полтора года я толком попал на ниагарский водопад только потому что ну мы переменяли провинцию и у нас была возможность заплатить за билеты на автобус денег практически не а жена украинка что жена украинка старший сын украинец младшая дочка родилась в канаде ну тоже украинка получается есть она я не хочу на этот на этот счет спорить она украинка но паспорт у ней канадский давайте так я не оспариваю того что на украину как бы у нее нет украинского паспорта она украинка по национальности да если она вырастет если мне не вернуть вы можете сделать украинский паспорт и вы можете сделать украинский паспорт вы этого делать не будете если позволит финансовое состояние ас поскольку я вам сказал моей провинции я вчера прочитала в телеграм-канале в авдиевке был парень он вырос в детском доме он не знает своих родителей он погиб его расстреляли российские военные когда взяли в плен он был единственный не раненый но он не вышел потому что он остался со своим побратим на которые ранены и вот попал в плен и его расстреляли у него не было во я не знаю какая у него была зарплата я не знаю он не знает ничего своих родителей но он остался не то что он не уехал в канаду он даже из авдиевки не вышел вот чем вы от него отличаетесь тем что я посчитал что беременная жена пускай лучше родит в канаде чем родит в оккупированном городе вы же не беременны я конечно извиняюсь впервые я слышу чтобы женщина должна была рожать не америка не украина за детей кормить просто так содержать и лечить тем более мигрант иммигрантов не будет или вы хотите сказать что на украинскую помощь для беженцев и для детские деньги возможно прожить на территории украины женщине с двумя детьми цены позволяют я летом была на одном фестивале там были украинцы я познакомилась с вейсковым которому практически оторвало ногу причем раздробилось